Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. В одном из своих прошлых видео я показывала, как сделать своими руками картину из стабилизированного мха. Оно вызвало большой интерес, и я решила вернуться к этой теме. Сегодня я хочу показать вам еще один вариант декора из стабилизированного мха, а заодно покажу вам, как из простой деревянной заготовки подсвечника сделать стильную вещицу во французском стиле. Смотрим! Для изготовления шаров нам потребуются пенопластовые заготовки. У меня вот такие шары из пенопласта 10 сантиметров в диаметре. Чтобы белый цвет не просвечивал потом сквозь мох, наши заготовки вначале нужно покрасить. Насаживаем шар на палочку, чтобы было удобнее, и красим акрилом. Я взяла акрил цвета хаки. Подойдет любой более-менее зеленый или коричневый оттенок, лучше потемнее, он визуально лучше будет смотреться. Достаточно одного слоя, главное затемнить исходный белый. После того, как весь шар покрашен, ставим наш гигантский леденец на палочке в кружку или стакан, всохнуть. После того, как шары высохнут, беремся за мох. Клеить удобнее всего на клеевой пистолет. Ягель, который в основном продается, довольно длинненький, а нам нужно покрыть довольно большую поверхность, поэтому мох я стригла. Берем небольшую охапочку мха, отрезаем макушки и приклеиваем. Далее срезаем с той же охапочки еще кусок стебельков такой же примерно высоты и опять приклеиваем. При работе желательно чередовать макушечные веточки и обрезки из середины. Макушечные самые пушистые и красивые, но если брать только их, делать шары будет очень накладно, поэтому чередуйте вершки с корешками. Кстати, финальный размер шаров можно немного регулировать. На случай, если вам попались только заготовки, например, 8 сантиметров в диаметре, а шары хочется сделать покрупнее. За счет объемности мха готовые шары будут побольше и чем пушистее вы сделаете мок, тем объемнее будет готовый шар. Так постепенно обклеиваем мхом всю поверхность шара. Кстати, красиво будет сделать на шаре 1-2 островка мха другого цвета, если купите 2-3 зеленых оттенка. После того, как шар полностью обклеим, берем все за ножницы и вспоминаем, как в детстве играли в парикмахеры. Нужно подровнять мох и придать шару ровную шаровидную форму. Простите за тавтологию. Обрезаем все торчащие хвостики. Ими, кстати, можно заполнить проплешинки, если вдруг такие обнаружатся. Можно оставить шар более пушистым и рыхлым или обрезать покороче. Форма тогда получится ровнее и мох будет выглядеть более плотно. Ну, только не надо как в детстве увлекаться. А то я вот, когда стригла кукол, всегда это заканчивалось стрижкой подкотовского. На мой взгляд, пушистые шарики интереснее и более естественно выглядят. Очень красиво на таких шарах выглядит светло-зеленый оттенок мха. Кажется, это называется цвет зеленые яблока. Какие-то очень нарядные весенние они получаются. Я два шарика сделала целиком светленькими. Добавила только островки потемнее, чтобы лучше сочетались с первым темным шариком. Вообще, такие шары лучше смотрятся группами по 2-3 шарика разного диаметра. У меня в итоге получились два шарика на заготовке в 10 сантиметров и один поменьше 7 или 8 сантиметров. Такие шарики хорошо смотрятся на подставках. Я взяла вот такую деревянную заготовку подсвечника. Мне захотелось сделать как будто резной каменный постамент для шара. Для этого понадобится силиконовый молд с разными вензелечками. Я делала мои формы из запекаемой пластики. Хорошо разминаем пластику, берем молд и вдавливаем кусочек пластики в форму. Утрамбовываем ее пальцами, убирая лишнее, пока вся форма не окажется заполненной. После этого аккуратно вынимаем получившуюся фигурку. В мелкие формы пластика поначалу ложится неохотно. Нужно ее подольше трамбовать и приминать торчащее по краям к центру. Тогда в итоге она ляжет как нужно. Я сделала по 4 вензелечка побольше и поменьше и две фигурки ангела. Запекаем пластику согласно инструкции. Мою пластику нужно запекать от 15 до 30 минут при температуре 130 градусов. Так как подсвечник изогнутый, я запекаю фигурки на выпуклой основе из фольги, чтобы фигурки получились округлые и легче клеились потом к основе. Получившиеся элементы клеим к заготовке на жидкие гвозди или универсальный клей. Излишки клея сразу убираем палочкой. Жидкие гвозди хороши тем, что можно заполнить ими какие-то просветы, которые неизбежно получаются при приклеивании элементов. У меня фигурки получились не идеально подходящими к основе и пришлось кое-где зашпаклевать. Самое удобное было бы, наверное, запечь прямо на основе, но у меня подсвечник не влезал в печку. Даем клею хорошо просохнуть и приступаем к покраске. Я буду делать имитацию каменной поверхности. Для начала красим наш подсвечник в темно-коричневый тон. Я взяла обычную морилку для дерева, можно покрасить и акрилом. В пластиковые элементы морилка, конечно, не впитаются, но затечет в углубление и там засохнет, создавая эффект состаренности. Даем морилке высекнуть. Теперь берем светло-серый цвет и кисточкой наносим хаотичные штрихи, слегка касаясь кистью. После клея у нас остались пятна более светлого цвета рядом с декоративными элементами, так как туда не впиталась морилка. Их подкрашиваем в первую очередь, чтобы не было резких переходов. Чтобы лучше передать эффект камне, после проходимся таким же образом более темным серым цветом. Теперь нас подсвечник напоминает жирафа. Пора это исправить. Берем широкую кисть и бумажное полотенце. Набираем немного белой краски и вытираем в полотенце, чтобы кисть стала почти сухой. И легкими касаниями запыляем поверхность нашего подсвечника. У нас получится неравномерная серо-коричневатая окраска, как будто подсвечник сделан из камня или отлит из гипса. Если цвет покажется вам слишком светлым, можно дополнительно кое-где запылить серой краской. И теперь остается только покрыть его парой слоев сатинового лака. Музыка. 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 Мне очень нравится, как выглядит стабилизированный мох в интерьере. Мне кажется, это прекрасный вариант декора для наших квартир. Если вы не хотите, как и я, использовать искусственные растения, а живые поселить нет возможности, в наших квартирах, к сожалению, для них часто или слишком темно, или слишком сухо. А стабилизированные растения выглядят практически как живые. Собственно, они есть живые, просто консервированные. И, кстати, в английском языке стабилизированные растения дословно, если переводить, они так и называются – консервированные, preserved. Если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну, а на сегодня это все. Всем пока!